Дело в том, что подмасана, вот как мы говорили, там яма-няма, асана-парна-яма, прати-харат-харан, это яна-самадхи. То есть определенные физиологические действия, и потом уже уровни сознания, когда человек пытается контролировать себя, подходя к медитации. Так вот, в медитациях человек, не факт, что подмасана необходима для медитации, это большое заблуждение. В медитации, как раз таки, уходит в ситхасане, когда одна нога. В подмасане крайне редко уходит, и долго не просидишь, потому что физиологически ноги должны быть в медитации более свободны, чем в подмасане. А подмасану нужно использовать именно как практическое воздействие на энергию тела человека. То есть оно используется как практика, но не как само средство для медитации. А также посмотрите, почему большинство картинок, там с какими-то бодхисаттвами, богами, они именно в такой позе сидят. Ну, за исключением Будды Майтрея. У Будды Майтрея одна нога на земле находится. А все остальные Будды там, они сидят в какой-то асане со скрещенными ногами. То есть вот само понятие «скрещенные ноги» — это система контроля над умом. Если почитаете литературу, там вот как раз будет такой термин использоваться. Там сел со скрещенными ногами и начал заниматься практикой. Потому что на первом этапе «апанаваю» — это крайне важно. Но на последующих этапах она будет уже тяготить. И с ней нужно что-то делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok